Приветствую вас! И, вы знаете, вот по вашему описанию, ну, во-первых, у вас явно появились некоторые проблемы на почве секса, то есть, вот, смотрите, вы пишете, что за них вот такая проблема поменялась отношение к парню, вы его любите теперь больше как брата, и плюс вы перестали его хотеть. А, значит, знаете, если мужчина на вас ругается, если он требует от вас, при этом он не интересуется вами, не сильно интересуется вами и тем, чего вы хотите, и вы, значит, неудобно, вот вам неудобно говорить ему о чем-то, о таком интимном концепте, а это все-таки доверие, то встает вопрос о том, что между вами нет достаточно духовной близости. И, соответственно, вы это поняли сейчас, поняли, что между вами нет духовной близости. И из-за того, что вы поняли, что между вами нет духовной близости, вы начали к нему охладевать, потому что подразумевательно чувствуете, что мужчина, он вами не интересуется как таковой. То есть вы осознаете, что молодой человек просто-напросто, не сказать, что прямо использует вас, но руководствуется своими интересами в ваших отношениях. Вы недостаточно уверены в себе и недостаточно цените себя для того, чтобы обозначить свои личные границы. Я думаю, что дело здесь, во-первых, в личных границах, в умении сказать «нет», в умении сказать «это я не хочу, а того я хочу». Дело здесь в том, что вы не можете жить без него, то есть вы к нему привязаны, а привязанность это в данном случае плохо, потому что привязанность делает вас зависимым и, соответственно, нужно разбираться, в чем именно вы привязаны к нему и как от этого лучше избавляться. И вот когда у вас изменятся личные привязаны к мужчине, когда они у вас исчезнут, когда они у вас пропадут, можно будет говорить о том, как вы к нему относитесь, как вы действительно его воспринимаете. И вот тогда уже вам станет понятно, любите вы его или нет, хотите вы быть с ним или нет. Что касается тестов, то ситуация здесь следующая, что тест адаптации на механический способ определения чего-либо, и это не то, что вам поможет. Для определения того, что с вами происходит, для выявления причин, например, вот вы пишете, что у вас первый опыт был неудачный, соответственно, это, возможно, наложило какие-то комплексы, в том числе и на вас. Это, возможно, ударило по вашей самооценке, это, возможно, заставило вас думать более хуже о себе, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вам вот это все нужно для себя понять, проанализировать и проработать с психологом, может быть, даже с сексологом, если дело касается именно секса. И тогда вам просто-напросто лучше будет видно, что вы хотите. А все складываются в такое ощущение, что вы, с одной стороны, хотите быть с мужчиной, а с другой стороны, вы понимаете, что, как бы, отношения к ним вам ничего не дают, и вот этот конфликт, по сути, и есть проблема. А чего вы хотите? И как достичь этого, чего вы хотите, понимаете? Плюс ко всему, я думаю, что вам необходимо проработать модель женского поведения своего, и четко определить свою позицию по отношению к мужчине, чтобы понимать, чего вы хотите от него, и что вы можете ему дать. Ну и в обязательном порядке зависимость, конечно, тоже. То есть, ваша зависимость, то, как вы привязаны к нему, это, безусловно, очень-очень плохо для вас. Так что, проблема решается через работу с психологом, других вариантов здесь нет. В течение полтора года вы живете так, еще какое-то время до этого вы встречались с мужчиной, а еще раньше у вас был неудачный опыт, и я думаю, что проблема идет оттуда. И, соответственно, неуверенность в себе и проблема в самооценке, это всегда детско-радические отношения. Вот, и, соответственно, вот так вот, одним ответом на этот вопрос здесь, наверное, не получится вам помочь. Тут нужна работа, нужно прорабатывать ваши все сомнения в себе, страхи, неуверенность и так далее, чтобы вы, наконец-то, разобрались в себе и поняли, чего же вы хотите. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!